МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так с высоты птичьего полета выглядит уникальный древний город Аркаим, скрытый в глубине Уральских гор. Исследователи считают это место зоной сильнейшей аномальной активности. Здесь останавливается время, а стрелки компаса крутятся как сумасшедшие. Здесь люди постоянно ощущают чье-то незримое присутствие и слышат странные голоса. Невероятно, но Аркаим сотни лет находился буквально под боком исследователей, однако ни одна экспедиция не могла его обнаружить. Город как будто скрывался от людей до тех пор, пока в конце 70-х годов группа исследователей не сделала аэрофотосъемку местности. То, что увидели ученые, поразило их. С высоты Аркаим выглядел как идеальная геометрическая конструкция, точная и выверенная. Тщательно изучив материал, ученые не могли поверить, что перед ними город, созданный несколько веков назад. Так появилась сенсационная версия о том, что Аркаим создан не людьми, а более развитыми существами, полубогами. Каждый персонаж – это метафора, символ и образ, за которым стоит космогоническое представление о человеке, о мире, о космосе, о взаимодействии, стихиалии и так далее. Более того, ученые выяснили, что башня в центре города служила жителям как календарь. Через специальные отверстия, выдолбленные по всей длине башни, они могли отслеживать восходы и заходы Солнца в дни равноденствия и солнцестояния, а также восходы и заходы низкой и высокой Луны. По мнению ученых, этот древний календарь точнее календаря Майя, ведь по нему до сих пор можно вести летоисчисление. Солнце, значит, в летнее солнцестояние восходит вот именно из определенного, значит, места, то есть что это можно использовать и как календарь, и как, значит, ну, как культовое, значит, как культовое место. Дальше начались какие-то работы по созданию этого храма. Рядом с храмом ученые обнаружили загадочное сооружение, несколько спиралей, сложенных из камней. Существует поверье, что если тяжело больной человек пройдет под ним босиком, а затем встанет в центр спирали, то непременно исцелится. Но это не единственное чудо Аркаима. Многие из тех, кто побывал в этом загадочном городе, рассказывали, что им были видения. Седые старцы в длинных черных рясах. Исследователи объясняют этот феномен аномальной электромагнитной и космической активностью. Ведь последние открытия говорят о том, что между Землей и Вселенной существует непрерывный энергетический и информационный обмен. И аномальные зоны, подобные Аркаиму, становятся своего рода передатчиками, которые улавливают сигналы из космоса. Именно поэтому исследователи называют Аркаим открытым каналом с высшей силой. Несколько месяцев назад, исследуя подножье горы Эльбрус, российские исследователи обнаружили необычную стелу. На первый взгляд, сооружению было несколько столетий, но кто и для чего установил ее у подножья горы. В поисках ответов на эти вопросы ученые обратились к древним летописям. Сопоставив свою находку с рисунками и описаниями, приведенными в древнем источнике, они пришли к неожиданному выводу. Скорее всего, загадочная находка археологов была священной стелой, которая по славянской легенде указывала вход в подземный мир. Если мы посмотрим карту при Эльбрусе, то мы обнаружим, во-первых, Урузбиев Аул, который ныне называется Верхний Баксан. Значит, Уруз на тюркских языках – это русский, а Бий, Бай, ну, понятно, это, значит, вот князь, если перевести на русский язык. Если подняться по реке, которая впадает в Баксан, значит, в усиление Верхний Баксан, мы подходим к реке, к рекам Улу и Гитче-Усинчи, то есть большая и малая реки Усеновых. Значит, князь Усень и, значит, нынешние, значит, ну, не нынешние, а там средневековые владельцы этого места, значит, по фамилиям, значит, весьма схожи. Очень трудно предположить, что это случайность. По легенде, таинственный вход в подземное царство находился у подножья Аллатырь-горы. Но и сегодня не существует вершины с таким названием. Каково же было удивление ученых, когда в одной из летописей Кавказа они обнаружили запись, согласно которой на месте Эльбруса несколько столетий назад стояла загадочная гора Аллатырь. Но главное потрясение ждало исследователей под конец экспедиции. Если Эльбрус действительно священная языческая гора, то у ее подножья, по легенде, располагались врата в славянский рай, Ирий. И, возможно, именно этот вход обнаружили ученые. Неужели легенда священной Аллатырь-горе, которая упала с небес, и с помощью которой языческий бог Сварок создал всех остальных богов, правда? А райский сад, где обитали волшебные птицы Гамаюн и Аллакост, действительно существовал? Аллатырь-гора – это шамбала, русская шамбала. Она не имеет одной определенной точки, поэтому она будет всегда смещаться. Аллатырь-гору можно называть просто шамбалой, можно называть Эльбрусом. Как угодно. Место одно. Но оно смещается в пространстве и времени, потому что мир многомерен. Потому что длина, ширина и высота – это все равно не основное. Еще физическими законами не открыта. Та область иррациональна, в котором закрыты для постороннего взгляда такие места, как русская шамбала. Аллатырь-гора – это и Эльбрус, и, конечно, это может быть и шамбала вообще. Историки долго спорили о том, где находится Аллатырь. Одни утверждали, что на Алтае, другие уверены, что это древние уральские горы. Но исследователь Алексей Алексеев нашел неоспоримые доказательства того, что Аллатырь-гора, о которой идет речь в мифологии славян, существует до сих пор. И сегодня ее название – Эльбрус. Люди, которые жили в природе, которые принимали природу, собственно, считали основным творцом рода. При-рода, она понятна, что она находится в природе. Ну и такое произведение природы они не могли не воспринимать как нечто священное. Но достаточно просто посмотреть на любой календарь, то есть достаточно много фотографий, рисунков Эльбруса, понять, что он доминирует над всеми окрестностями, ну и очень логично предположить, что боги, духи там и так далее должны обитать именно там. Согласно славянской мифологии, у подножья Аллатырь-горы лежал Ирий – райский сад, рядом с которым находился священный храм Солнца. Недавно Алексеев расшифровал уникальные записи, из которых стало ясно, что все эти сооружения существовали на самом деле. Более того, наши предки оставили прямой указатель на то, где находится это священное место, которое на протяжении многих веков оставалось скрытым от глаз людей. Во-первых, вот это то, на что мы обратили внимание сразу, когда мы туда попали, под, недалеко от Тузлука, стоял Менгир. То есть это примерно двух с половиной метровая каменная стела, причем это было и, ну, на Кавказе много Менгиров. Но, как правило, они довольно грубые, и, как правило, там, ну, там выцарапано, выбито, какие-то названия. А это было именно скульптура, потому что она рельефная. То есть у нее рельеф не вдавленный, а выпуклый. Вот. Ну, такую работу просто так ни для чего. Вот. Только для того, чтобы это был, там, допустим, ну, километровый столб, что ли, или там пограничный столб, никто делать не будет. Загадочная стела с вычищенным на ней лицом была обращена к восторгу. Подобные стелы устанавливались в примечательных местах на перегрестках, проходящего мимо Великого Шелкового Пути и указывали направление, в котором следовало двигаться. Но это стояло в тупике и смотрело прямо в пропасть. По мнению исследователя, стела тоже указывала путь, но не живым, а мертвым душем, тем, кто уже пересек границу миров. И эти незримые грады или духовные центры переносились с одной точки в другую. Главные условия нахождения которых должно быть труднодоступность, удаленность от центральной деятельности. Однако позже появилась еще одна версия о том, что стела указывает вовсе не путь. Ее лицо обращено точно в сторону горы Тузлук, одна из вершин, которая напоминает форму глубокой чаши. Именно такие сооружения строили в древности на возвышениях, чтобы ориентироваться по Солнцу. Исследователи были поражены, что если именно там находится храм Солнца, стоящий прямо у ворот в другой мир. Есть упоминание этого в древних источниках о том, что на склонах Алатырь-горы, то есть на склонах Эльбруса, существовал некогда храм Солнца. Есть его описание, есть даже его размеры. Но это не единственное совпадение, говорящие о том, что легенда правдива. Река Баксан, протекающая у подножия Эльбруса, до 4 века нашей эры именовалась рекой Альтут, или Аллатырху, то есть текущей с горы Аллатырь. Получается, что Эльбрус это действительно священная Аллатырь-гора. И у его подножия есть место, где мог бы располагаться мифический Ирий. И Ирий, и Аллатырь-гора, и, конечно же, Китежград это место силы, это духовные, сакральные, тайные места, посещение которых непосвященному человеку исключительно конкретно запрещено. Если вам эти места показались, вы их увидели, ваша судьба изменится к лучшему, и высшие силы, которые хранят и берегут эти особые места, конечно же, будут защищать их от постороннего. Но если они разрешили вам это увидеть, значит, вы к этому готовы. Вообще, я считаю, что подобные места силы, они всегда находятся рядом с нами. Но они находятся немножко в другой иррациональной реальности, которая, возможно, не поддается тем физическим законам, в которых мы живем. Неужели райский сад, описанный в мифах древних славян, действительно существовал? Однако, когда исследователи отправились на поиски храма Солнца и место, называемого славянским раем, они попали в совершенно другой, прямо противоположный мир. Путь экспедиции лежал мимо скалы у Лукай. Но когда группа приблизилась к ней, погода резко испортилась. Собрались черные тучи, начался сильный снегопад. Члены группы уже готовы были повернуть обратно, но буря стихла так же внезапно, как и началась. Тогда стало понятно, что исследователи совсем близки к цели. Ведь, согласно легенде, у храма Солнца была вторая сторона, храм Чернобога. Мрачное место, где прятался Темный Бог. Внутри этой скалы сидел старик и своими длинными пальцами перебирал кости умерших. Именно этот храм Черного Бога экспедиция и пыталась обойти. Льврусский лавовый поток некогда перегородил эту реку. Вот там есть лавовая пробка, по которой можно перейти через эту реку. Причем лавовый поток расположен буквально над водопадом Султан, и из-за этого когда идешь по этому мосту создается впечатление, что ты висишь над какой-то совершенно невероятной бездной. Потому что вся долина Козелсу, которая уходит от водопада вниз, дна ее не видно и создается впечатление, что где-то там километровый обрыв внизу. Хотя, конечно, это не так. На фоне других скала выделялась мрачными, темно-коричневыми и черными тонами. А издалека напоминала очертания гигантской кошки. Между ее передними лапами узкий проход глазам-пещерам и источник Нарзана. Гора оказалась поразительным образом, похожа на описание арабского историка Аль-Масуди, который в своих трудах описывал храм Чернобога так. Недалеко от храма Солнца на Черной горе было построено другое здание. Его окружают чудесные воды, известные своей пользой. В нем они имели большую статую бога в образе Сатурна. Там вы все время в напряжении, так сказать, хотите вы этого или не хотите, даже вот опытные горные туристы, к которым я себя в общем-то отношу, все равно ты там себя чувствуешь вот как-то вот, ну, приходится, чувствуешь, ведешь себя с какой-то определенной осторожностью. Несмотря на опасения, исследователи все же заглянули внутрь пещеры. Там они обнаружили огромный высеченный в скале подиум, на котором вполне могли поместиться до 50 человек. Не было похоже, что этот каменный алтарь создала природа. Скорее всего, он был сделан руками человека и использовался для жертвоприношений. Получалось, что исследователи действительно смогли добраться до Черной горы, а значит, где-то рядом находятся скрытые врата в рай. Существует и должен существовать внутренний запрет, чтобы не перестопать определенную черту, потому что это может быть опасно и для того человека, который это нашел, и для человечества в целом, потому что мы во многом к этому не готовы. Но прежде чем идти на ту сторону, необходимо было исследовать храм Солнца и проверить точность своих предположений. Когда исследователи добрались до горы Тузлук, они внимательно исследовали платформу, образовавшую гигантскую чашу. Их предположения подтвердились. Перед ними действительно находился древний славянский календарь, который, по мнению исследователей, появился на несколько веков раньше календаря Майя. Дважды в год, в день равноденствия и зимнего солнцестояния, солнечный диск как будто поднимался из этой чаши. Но что самое интересное, значит, если мы проведем линию через Калинов мост, через город Тузлук и еще через некоторые объекты, окажется, что все лежит на одной прямой, причем с очень большой точностью, и все это совпадает с неким тектоническим разломом. Некоторые ученые предполагают, что эти разломы образовались в результате падения огромных космических тел, которые в процессе смещения земной коры оказались под землей. Поэтому в зонах тектонических разломов ученые отмечают необъяснимое и очень мощное энергетическое излучение. Исследователи уверены, что в этом месте пространство и время искажаются так, что человек может даже попасть в параллельный мир. Материально то, что кто-то лезет в этот мир, кто-то пытается своими физическими законами как-то разрушать то, что сокрыто тайно, то, что нужно хранить. То есть, наверное, все-таки для таких мест должны быть свои хранители, посвященные хранители, которые бы физически защищали этот параллельный и рациональный мир от нашей реальной повседневности, от нашей физической действительности. И здесь очень опасно, чтобы не разрушить то духовное, то особенное, то сакральное. И вмешиваться не всегда можно, потому что это тоже наказуемо. Более того, камни, образующие чашу, стоят под углом 30 градусов по отношению к восточной вершине Эльбруса с одной стороны и стелью подножья горы с другой. Получалось, что ученые стояли у самых ворот в древний славянский храм Солнца. После того, как люди обнаружили, что с горы Тузлук очень хорошо наблюдать солнце в летнее солнцестояние, то есть она четко отмечает точку поворота, когда солнце начинает возвращаться, то есть идет в другую сторону. было бы очень логично использовать эту гору в качестве храма, в качестве наблюдательной точки и для календаря, и для поклонения, потому что это же были солнцепоклонники. На спуске ученых ждала еще одна удивительная находка. У подножья горы они обнаружили необычные камни. Они лежали на линии восток-запад и вполне возможно были алтарями с выдолбленными углублениями для стока жертвенного напитка. Мы нашли два камня, которые мы условно назвали алтарями. Эти камни приспособлены, скажем так, для того, чтобы на них возливали священный напиток, который растекался на четыре стороны. Один из них напоминает череп, а другой напоминает отдаленно, конечно, напоминает лежащую женщину. Члены экспедиции были почти у цели. Ведь от Тузлука до места, где могли располагаться врата в Ирий, осталось всего несколько километров. Однако тут исследователи ждало новое препятствие. Рай отделен от нашего мира рекой Смородиной. Такого названия, конечно, там нету, зато есть река Козылсу. Каково же было удивление членов экспедиции, когда местные жители объяснили им значение слова Козылсу. Оказывается, в переводе с тюркских языков оно означает красная или огненная река. А название Смородина произошло от слова Смага, что означает огонь, пламя. По легенде, через реку Смородину есть мост. Стоит только его пересечь и окажешься в потустороннем мире. Расположен он в том месте, где река прорывает застывший лавовый поток и обрушивается в долину водопадом Султан. Там, в узком ущелье, есть каменная пробка, по которой можно попасть на другой берег. Калинов мост, он достаточно узкий, хотя, значит, если голова не кружится, по нему идешь, значит, совершенно спокойно, вот, но он нависает над, то есть, он находится близко от водопада Султан, водопад 40 метров, вот, и за счет вот этого водопада, значит, создается впечатление, то есть, мы не видим дна долины, дальше долина достаточно круто уходит вниз, вот, все вот это падение воспринимается так, как будто это прямо вот под нами, то есть, если мы бросим, говорится, камень с этого моста, то он будет влететь там вниз несколько сот метров. Перейдя мост, исследователи замерли от ужаса. На пути к райскому саду Ирию их ждал настоящий ад. И это уже не храм черного бога, который можно обойти, это настоящее царство мрака. Все вокруг было черного цвета, скалы, песок, дорога, ни единого дерева или птицы, только гробовая тишина. Исследователи вспоминают, что ноги сами не шли в это место. Так и хотелось его обойти, но другой дороги в рай не было. Там даже песок черный, то есть черная лава, рассыпаясь в песок, она дает естественный песок черный, а не желтый, как мы к этому привыкли. Ну и кроме того, там стоит множество лавовых останцев самого причудливого вида, который, конечно, вполне можно интерпретировать как каких-то там заколдованных чудовищ. Сразу за черной и безжизненной поляной открывалась совсем иная картина, сверкающая зеленью и цветами обширное плато. Неужели это и был легендарный рай Ирии, где, согласно легенде, прибывают семь бессмертных святых? И это действительно райское место, потому что перед вами распахивается котловина изумрудно-зеленая, текут ручьи, течет вот эта вот самая река Смородина, и вы действительно как будто из одного мира переходите в другой мир. Членов экспедиции поразило тот факт, что на каждом из семи холмов рос только один вид цветов. На первом у самых врат Ирия синие колокольчики, чуть выше у чаши сурьи желтые колокольчики, и на высшей точке плато у группы жертвенных камней цвел одинокий огненный цветок звездацвет или горная астра. И там же ученые нашли вход в древние аланские горные рудники и древние печи. Согласно античным преданиям, именно здесь боги открыли смертным тайну выработки железа из руды. Там в определенные времена была достаточно высокая культура, причем не только мы. Исследователи не исключают, что это были древние цивилизации, которые превосходили современных людей в силе и познаниях. И возможно они оставили нам еще множество подсказок о том, где скрыты древние знания наших предков. Однако исследователи уверены, что горой пользовались не только для духовного восхождения, но и для черной магии. О силе Лысой горы давно слагают легенды. Ведьмы и другая нечисть регулярно собирались на Лысых горах, где устраивали шабаши. Ведь по легенде ведьмы могли творить свое черное колдовство только в определенных местах. Исследователи объясняют это тем, что на земле существуют сильные аномальные зоны, и они хранят в себе как добрую, так и злую энергетику. Если на этом месте когда-то происходили массовые жертвоприношения или колдовские обряды, то в пространстве сохранились боль и страдания людей. И очистить такое место практически невозможно. Именно поэтому Лысые горы были излюбленным местом сбора чернокнижников и ведьм. Совсем недавно исследователи заметили странную закономерность. Упоминания о Лысых горах встречаются во многих исторических и литературных источниках. Из чего можно сделать вывод, что существовала целая система таких гор, которая есть и поныне. Существовали такие сакральные мистерийные точки в традиции и культуре Руси, которые были значимы как духовные или энергетические как хотите центры, или экологические как сказали бы сегодня, принимая в расчет и сознание экологическое, историю, культуру, традицию. Это и Беловодия, это и Алтай, это и Путорана, не знаю, это и Карелия, и крайний север, конечно же, чем севернее, тем больше этих мест обнаруживаются. Это капище и святилище, которые возводили только на таких местах, где стояли или священные дубравы, или танцующие березники священные, или родники, или красивые необыкновенные формы, древние замшелые камни. Главное, Лысая гора находится в Киеве. В том, что на Киевской Лысой горе много веков действительно происходили страшные колдовские обряды, никто уже не сомневается. Во время недавней экспедиции киевские археологи нашли на вершине древнюю яму с уцелевшими фрагментами сожженных церковных книг и останки нескольких обезглавленных петушинных скелетов. Когда нечистый человек приходит в такие места, то все его зло, вся его агрессия, все его нечистоты внутренние, духовные его отсутствия, скажем, его духовных помыслов, оно все вылезает наружу. В 30-е годы прошлого века на Лысой горе построили подземный военный завод. А во время немецкой оккупации здесь основали базу танков «Тигр». Исследователи часто сталкивались с рапортами немецких солдат, в которых те описывали свои встречи на горе с загадочными феноменами. На горе постоянно появлялись темные фигуры и слышался шепот, в котором можно было разобрать слова каких-то древних заклятий. Несколько месяцев назад российские археологи начали раскопки в Нижегородской области недалеко от озера Светлояр. На берегу водоема они нашли следы поселений, датируемые примерно 12-15 веками. Когда исследователи сопоставили свои находки с записями, сохранившимися в древних летописях, они поняли, что оказались на пороге нового открытия. Ведь по древним летописям именно на этом месте когда-то стоял Святой Китежград. Получалось, что таинственный город действительно существовал. Так красивая легенда о городе призраки нашла реальное подтверждение. И осенью было обнаружено на данный момент два селища русских средневековых тоже 13-14 периода. Одно невдалеке здесь на Линде и одно вот на соседней горе. До сих пор Китежград считался фантастическим городом сказкой. В летописях о Святом Граде написано лишь несколько строк. Остальное давно стало красивой легендой. По ней несколько веков назад сама Богородица опустила светлый город под воду во время нашествия хана Батыя. С тех пор жителям Китежграда поклоняются как святым. Десять дней и десять ночей полчища Батыя искали город Китеж и не могли сыскать ослепленные. То есть он может быть существует но в каком-то другом измерении в параллельном мире. А потом подводный город Китеж когда хан Батый пошел на Русь завоевал Русь Суздальскую пошел на Русь Китежскую. Некоторые исследователи утверждают как и сам город до сих пор существует но только в параллельном мире. Ведь местные жители и тысячи паломников приходя сюда помолиться часто слышат колокольный звон который доносится как будто из глубины озера Светлояр. Уже много лет каждый год в праздник Ивана Купалы на озере происходит удивительное явление. Во время празднования люди опускают горящие венки в воду и те вместо того чтобы остаться у берегов собираются в центре озера образуя горящий круг. Некоторые исследователи считают что таким образом загадочная сила указывает человеку место где находятся подводные врата в Китежград. В 70-е годы прошлого века к озеру Светлояр была организована экспедиция. Однако уже на этапе подготовки с группой ученых стали происходить странные события. Многие участники экспедиции позже признались что в ночь перед походом видели один и тот же сон. Им явился монах в черном одеянии и стал предостерегать от поисков загадочного города. Однако экспедиция все же состоялась хотя и участникам пришлось преодолеть множество препятствий. Порой складывалось ощущение что силы природы против ученых. На пути к озеру опытные следопыты неожиданно плутали на одном месте всей группе постоянно слышались голоса словно само это место преграждало ученым путь. Не должны их видеть обычные люди они не готовы будут к тому чтобы увидеть свое собственное я увидеть свое отражение это может действительно обычного человека свести с ума мы должны понимать что определенные суицидные моменты могут возникать у неподготовленного человека определенные психические расстройства могут происходить но это не потому что это место что-то нехорошее несет а потому что вы к этому не готовы экспедиция 1968 года в которую входили геологи гидрологи и аквалангисты внимательно изучила дно озера но тщательно ничего чтобы напоминало останки древнего города спустя год археологи продолжили изучение светлояра с помощью специального геолокатора этот прибор позволял проникать сквозь толстый слой илистых отложений которым по мнению ученых несколько сотен лет в северной части озера прибор показал странное образование имеющее овальную форму участники экспедиции извлекли оттуда куски дерева пропитанные неизвестным раствором и отправили на экспертизу ее результаты поразили ученых оказалось что эти фрагменты были обработаны людьми так может быть это были останки древнего города таким способом и находятся первые находки на каждом вновь найденном селище или поселении на каждом археологическом памятнике соответственно лопатой совком основными инструментами археолога производится вот эта раскопка методика совершенно такая же как при раскопках только площадь значительно меньше как разведочная с целью понять с чем мы имеем дело мощность культурных напластований их состав и наполнение в первую очередь наполнение в котором уже можно делать дальнейшие выводы однако экспертиза не дала однозначных результатов более того ученые не исключают что загадочная находка гораздо старше и ей примерно 10 веков а это значит что на месте где сейчас находится озеро Светлояр когда-то стоял древний град который мог быть языческим центром до славянских цивилизаций озеро возникло в результате того что город или град Китиш провалился и стал невидимым для татаро-монгольских завоевателей в нижегородских лесах недалеко друг от друга расположен целый ряд озер но Светлояр всегда считался особенным даже священным его вода более прозрачная дольше хранится и исцеляет недуги именно поэтому уверены исследователи тайна исчезновения Китишграда кроется в самом озере Светлояр говорят о том что вода в реке святая что она может в течение нескольких лет храниться в сосудах и не портится да и люди специально ходят туда купаться в этом озере забирать воду с собой и пьют из этого озера да и вода действительно чистая может быть даже там имеется какое-то серебро которое позволяет очищать но один вопрос уже несколько десятилетий не дает покоя ученым как появилось это загадочное озеро последние открытия исследователей натолкнули их на невероятную версию озеро Светлояр как и все остальные образовалось в результате падения огромного метеорита мы можем обратиться к марийскому эпосу и марийцы они хранят свои мифы на протяжении тысячелетий у них есть миф о том что якобы на этой территории где был город Китиш когда-то жило племя панов и это племя панов оно ну не поклонялось языческим богам марийским вот и языческая богиня девка турка обиделась на это племя и наказала его она пустила своего гигантского коня высотой до небес который скакал по земле и там где ударит его копыта там образовывалось озеро и этот конь уничтожил племя панов и это некий такой мифологический пересказ в котором я усматриваю именно вот этот вот метеоритный след падая космическое тело раскололось на несколько частей так и появились озера самое большое из них светлояр это кратер а необычное строение его берегов и большая глубина в 30 метров доказывают эту гипотезу у светлояра есть краевой вал и вот сама форма вал и сама форма чаши является типичной формой для метеоритных кратеров и в принципе мы легко можем сравнивать озеро светлояр с лунными кратерами был град Китиш упал метеорит взорвался где-то рядом с градом Китишем и его просто раз и сдуло ударной в одну его не стало более того если космическая катастрофа действительно была то обретают смысл древние сказания описанные в летописях даже самая фантастическая легенда о существовании змея Горыныча уже не кажется такой невероятной летописцы описывали огромного огнедышащего монстра но что если древние жители видели не чудовище а горящие осколки метеорита русская былина о змее Горыныч она тоже может иметь отношение связанное с Китишем потому что небесный змей это вот то как люди наблюдали космическое тело в момент его удара он как бы поглотил город поглотил людей которые там живут разрушил потоптал все вот это мифологический образ который мог прийти из тех далеких времен к тому же космическое происхождение озера считают исследователи объясняет чудеса которые происходят на Светлояре озерная вода способна излечивать от болезней в летописях упоминаются случаи чудесных исцелений когда окунувшись три раза в святое озеро незрячие снова могли видеть в озеро окунают младенцев ведь принято считать что чудесная сила Светлояра защищает от всех болезней именно поэтому сюда каждый год стекаются тысячи паломников когда приходишь на Светлояр то всегда чувствуешь себя как-то необычно то есть как-то совершенно потрясающе Светлояр поражает своей прозрачной водой потому что для нашей местности вообще прозрачные воды в озерах это нонсенс такого не бывает когда ты приходишь на Светлояр и заглядываешь в Москву и видишь несколько метров чистой прозрачной воды то это впечатляет в 2011 году Ветлушская экспедиция возобновила поиски следовки Тишграда исследовав внимательно воды Светлояра и землю вокруг него они обнаружили странные предметы явно сделанные руками человека оказалось что это предметы быта и древние украшения но удивительно другое находки датируются 13-15 веками нашей эры а значит археологи впервые смогли обнаружить артефакты которые доказывают существование мифического Тишграда самым важным самым определяющим для Светлояра пока является именно этот памятник археологии потому что он отличается во-первых насыщенностью находок он отличается достаточно большой площадью для этих мест площадь этого памятника около 5000 квадратных метров этот памятник отличается в первую очередь богатством культурных напластований что тоже для этих мест для этого времени не очень характерно для русской материальной культуры прежде чем начать исследовать тот или иной участок археологам пришлось внимательно изучить все окрестности даже небольшая зацепка в виде трещины в почве или необычного камня может привести к очередному важному открытию смотрится подъемный материал просто на тропочке на кротовинках каких-то на множениях слоя где-то находятся вот собственно черепки вот эти вот признаки артефакта вот этого наличия поселения наличия культурного слоя ну и после этого уже делается разведочный шов две экспедиции организованные во времена Советского Союза не увенчались успехом подробные исследования оставили больше вопросов чем ответов и только теперь спустя десятилетия третья группа ученых смогла найти доказательства существования тут поселений и теперь открываются все новые подробности жизни древних обитателей этих мест неужели Китишград явил миру доказательства своего существования этому открытию буквально пару дней от роду буквально 3-4 дня назад 4 дня назад вот оно было обнаружено до этого науки было неизвестно теперь оно стало третьим уже русским средневековым селищем в окрестностях Светлояр в окрестностях Владимирского это говорит о том что население в окрестностях Светлояра в 14 веке было достаточно плотное но одно дело торгово-ремесленное поселение и другое город о котором говорил летописец в летописи сказано что Китиш был большим городом археологи же пока находят только селение большой Китиш в летописи сохраняется что он размахнулся аж 100 сажень в одну сторону и 100 сажень в другую сажень это 2 почти полметра плюс следовательно весь город это там 250 на 250 это большой Китиш представляете какой был маленький и это был значимый град возможно летописец преувеличил размеры родного города чтобы придать ему значимости или же найденные селения не имеют ничего общего с Китишем и призрачный город все еще скрыт от человека промысловые небольшие два поселения они занимались рыболовством охотой бортничеством то есть собирали мертв диких пчел возможно у них были огороды пасли скот жили они там около 70-80 лет и в какое-то время произошло то что почему-то непонятно почему пока еще люди отсюда ушли в 16-18 веке на это место перешли новые поселенцы то есть вероятно старообрядцы уже приходят и они видят остатки этих разрушенных поселений именно так родилась легенда о граде Китежа то есть когда они увидели остатки этих разрушенных поселений однако и эта теория вызывает много вопросов в легенде говорится о том что целый град исчез невредимым ни одно строение не было повреждено а тут речь идет об останках покинутых и заброшенных селений нужно понимать что в средневековье о котором мы идем речь городом называлась огороженная территория Кремлем окремленная бревнами эти находки дали ученым повод для новой версии о том куда мог исчезнуть древний город во время экспедиции в нескольких метрах от озера археологи заметили необычной формы холмы существует подземный город Китеж вот эти холмы с южной и западной стороны окремляющего озера они якобы накрыли святые храмы китежские сейчас каждый холм имеет свое название по названию храма якобы скрытый в этом холме вот этот благовещенский следующий холм Успения Богородицы самый высокий на Светлояре эти факты дают исследователям повод предполагать что священный град находится под землей а озеро преграждает путь в него и совсем недавно нашли косвенные доказательства этой теории на одном из самых высоких холмов около озера Светлояр археологи обнаружили крутой подъем там корни деревьев высоко поднимаются вверх словно вычерчивая вертикальную арку по форме она напоминает проем дверей в древнерусских избах а местные жители рассказывают что каждый месяц словно ниоткуда здесь появляются призраки черных монахов старцы обходят озеро несколько раз и снова исчезают в том же месте по преданиям это служители древнего китежского монастыря которые до сих пор являются хранителями затерянного города мы сейчас находимся у креста это одно из знаковых мест обхода Светлояра здесь раньше стояли божницы то есть это исторически намоленное место молились подземным жителям города Китежа подводным жителям города Китежа таких остановок несколько вокруг Светлояра но и есть такая легенда что в гору Успения Богородицу есть невидимый вход в подземный город Китеж якобы целый обоз хлебом зашел ворота закрылись и вход исчез исследователи считают что сама Богородица оставила свой след в камне на одном из холмов около Светлояра именно поэтому считают ученые здесь часто видят святых старцев которые появляются как будто из озера и уходят туда же по легенде здесь сама Богородица оставила следочек на этом камне камень очень почитаем люди подходят сюда дотрагивается рукой какое-то желание какой-то просьба для себя для своих близких конечно все это должно быть от чистого сердца совершенно искренне с верой если в следочке водичка то верующие люди умываются бабушки промывают глаза на протяжении столетий к холму приходит множество паломников чтобы помолиться святым подземным жителям они проложили тропу проползая на коленях вокруг озера по святым местам они верили что это поможет очиститься от всех грехов это исторически натоптанная тропа она огибает холм Успения Богородицы поднимается туда на холм здесь и земля выбита из-под корней то есть корни на поверхности находятся здесь как раз и оползали и ходили именно по этой тропе в период с 16 по 19 век запрещено было даже селиться вокруг Светлояра чтобы сохранить это место чисто например светлое означало чистый и возвышенный в древнерусском языке яр это ярила бог светлояр так называлось одно из центральных капищ языческих которая стояла там сюда можно было приходить только на время причем непременно пешком только тогда страждущие получали исцеление и духовное очищение проверить так ли это на самом деле решил Алексей Киселев лично для этого он прошел около 150 километров пешком до озера когда ты идешь сотни километров пешком и идешь неделю а потом вдруг ты выходишь на берега Светлояра то ощущаешь какое-то такое невероятное счастье что ты пришел кто же может увидеть этот город говорят что сделать это может только человек чистой душой перед ним раступится озеро станет слышен перезвон колоколов в церквях увидит он дома и людей и сможет поговорить с ними есть поверье что на исходе ночи можно увидеть очертания города колеблющиеся в предрассветной дымке исследователи считают что иногда людям обладающим телепатическими и экстрасенсорными способностями удается преодолеть невидимую грань и попасть в град расположенный как бы в зазеркалье вот только вернуться оттуда уже нельзя в общем-то каждый из нас имеет возможность увидеть Китишград как это сделать это да это может быть состояние медитации шаманы входят в определенные трансовые состояния чтобы увидеть иррациональную реальность то есть реальность на той стороне да я думаю что если вы готовы к тому чтобы ваша судьба изменилась ваша жизнь исправилась возможно в тех ошибках которые вы признали или вы хотите найти свой собственный смысл свое предназначение вам действительно стоит посетить Китишград так где же все-таки искать священный Китишград на дне озера под землей в другом измерении возможно город исчез в результате катастрофы или до сих пор живет но скрыт от людских глаз кто населял этот сказочный град могущественные полубоги которые до сих пор следят за нами сквозь прозрачные воды светлояра время от времени спасает человечество когда мы оказываемся на грани самоуничтожения или это Евпель священный город наших душ который существует глубоко внутри нас особые места сакральные места хранят духовные учителя в которых они сами пребывают это мы называем их атлантами это древние атланты полубоги которые живут и пребывают в этих местах силы именно они закрывают от обычного человека понятие вот этой шамбалы найти ее может каждый но сначала его найти нужно внутри себя если вы найдете свою шамбалу вы обязательно сможете увидеть то что спрятано от вас в этой существующей физической реальности совсем недавно исследователи заметили странную закономерность если на карте провести линии от Аркаима к Аллатырь горе затем к озеру Светлояр где раньше стоял чудесный Китишград то получится неровный треугольник который во многих древних цивилизациях считался символом мудрости и знаний быть может именно там стоит искать ответы на многие вопросы волнующие человечество но кто оставил нам эти странные знаки может это были легендарные атланты или жители затерянной шамбалы ясно одно когда-то землю населяли высокоразвитые существа возможно полубоги и они оставили после себя древние знания человеку нужно только научиться видеть подсказки оставленные нам богами субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok